Несколько месяцев назад мы снимали программу про обычную версию этого автомобиля и сегодня мы тестируем новый агрессивный вариант Поклонники американских автомобилей, фанаты скорости с нетерпением ждали его дебюта Ведь американцы обещали, что это самый быстрый Jeep Grand Cherokee SRD за всю историю Сложно представить, как этот большой двухтонный внедорожник разменивает первую сотню за 5 секунд Причем делает это играючи С другой стороны, не мудрено, ведь инженеры оснастили свое детище абсолютно новым бензиновым мотором V8 Объемом 6,4 литра и мощностью 470 лошадиных сил Крутящий момент 630 ньютона метров Да и вторую сотню он тоже разменяет очень быстро Причем, насколько стремительно разгоняется внедорожник, настолько эффективно и тормозит Ну-ка посмотрим На скорости 100 км в час тормозной путь 35 метров Результат на зависть спортивным купе В этом заслуга полного привода и новой адаптивной подвески Выбрать можно из пяти вариантов в зависимости от типов покрытия Управлять этой машиной в городе слишком большой соблазн нарушить правила Поэтому первым делом мы отправились на площадку, где наш автомобиль испытает Дмитрий С Гранд Чироки он знаком не понаслышке, ведь уже довольно долго ездит на предыдущей версии этой машины Пристегиваемся? Слышь вам Ты отлично знаешь Чироки предыдущего поколения В чем принципиальная разница? Ну что я сейчас вижу, это салон То есть он совершенно другой Красивый Машина европезированная, то есть она больше на Европу рассчитана, видимо Тут есть пять режимов подвески Я думаю, что нам нужно в первую очередь попробовать в динамике То есть ты этого хочешь? Очень Я тебя понял, ну давай попробуем Сперва мы решили проверить режим авто Угадает ли СРТ манеру вождения Дмитрия? Ух! Вжимает просто в сиденье Тормози быстрей Как, АБС там все сработало? АБС работало как надо, но эффекта какого-то прям драйва я не почувствовал А этого я не ожидала Новый СРТ показался нашему герою недостаточно мощным Может быть он изменит свое мнение после следующих испытаний А пока оценим внешний вид обновленного Гран Чироки Тут он точно не подкачал Фирменный дизайн СРТ кому-то понравится, а кому-то не очень Новые бампера Накладки на колесные арки и пороги Воздуховоды Профилированный капот 20-е кованые диски Делают его более злым или агрессивным? Но мне нравится Наверное, Чироки все же не хватает люксовых атрибутов Или просто какой-то своей харизматичной фишки Ведь когда говорят большой суперспортивный внедорожник Воображение рисует немного другие образы Немало изменений и в салоне Здесь по сравнению с обычной версией Появились новые сидения с усиленной боковой поддержкой Приборную панель и двери теперь украшают карбоновые ставки И, конечно, спортивный руль с подогревом И металлические накладки на педали Вроде бы разницы не так и много Но выглядеть интерьер стал более мужественно и агрессивно Скажется ли все эти спортивные атрибуты на динамике автомобиля при экстремальном вождении? Вернемся на трек и узнаем Режим спорт предназначен для динамичной езды по городу Но это другое дело Более приятно Ну а теперь трек Отключили систему стабилизации И вперед! Как она входит в поворот? Передняя ось на данный момент я чувствую, что она все-таки немножко сносится В городе она приятная В городе машина, которая расходует более 25 литров, да, и с таким мощным двигателем Затем она нужна? А это задают вопрос мне каждый гаишник, который меня останавливает Для экстренных нужд, будем говорить Так, тут все заточено, видимо, под пижона, скорее всего, какого-то такого городского Человека, который не привык к грубости, да, к мощности Злости нет, что мотор, звук приятен Это все-таки объем, это Америка, да Но по ощущениям, нет, немножко не то Еще хочется что-то еще? Больше мощи? Скорее всего, да И снова SRT как будто не угодил нашему герою Видимо, те, для кого мощность – главный показатель при выборе автомобиля на 100% Довольно этой машины не будут Зато те, кому небезразличны удобства и комфорт при управлении Равнодушными не останутся Уже в базовой комплектации комфортное управление новым SRT8 обеспечит парктроники, камеры заднего вида, тормозные колодки Brembo и биксеноновые фары головного света А это панорамная крыша, которая добавляет света и объема в салоне уже дополнительную опцию Пассажирам сзади будет комфортно даже тем, у кого высокий рост Посмотрите, сколько у меня тут еще места Так, у нас здесь подлокотник с подстаканниками и даже есть подогрев сидений Мелочь, а приятно А тем, кому этих приятных метаморфоз будет мало, добро пожаловать в мир тюнинга Ведь SRT – автомобиль с большим потенциалом И при желании, и в бюджете его можно усовершенствовать до тысячи лошадей Что ж, вернемся на трек и дадим этой машине последний шанс произвести впечатление на Дмитрия А дриптит на ней можно? На ней? Да Мне кажется, это нереально Все-таки полный привод и куча электроники Давай попробуем, а? Пошла, 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 опа Ну, прекрасно же, мне кажется По-моему, кто-то в азарке Даже жарковато стало А ты запах резины почувствовала? Да, слышай Приятный запах Фух Класс Ой, ой Да Ну Все хорошо, что хорошо Заканчивается Мы еще не закончили Экспериментировать с дрифтом мы больше не стали Зато подошли к самому главному испытанию Окажется ли новый Гранд Широкий SRT быстрее своего младшего брата предыдущей версии? А вот это огнись делает Готов? Да На третий твой гудок Давай Давай Давай, давай, давай Это полное разочарование Очень странно Старый SRT меня обогнал Обидно? Не ожидал такого, да? Обогнался Все наши тесты в очередной раз показали, что использовать автомобиль нужно по назначению Новый SRT Гранд Широкий оказался мощным и комфортным автомобилем Который вряд ли будет иметь конкурентов в городе и на небольшом бездорожье Большего ожидать от него не стоит Тем, кто положил глаз на супер заряженный внедорожник, можно начинать откладывать уже сейчас Цены на Гранд Широкий SRT 8 начинаются от 3,5 миллионов рублей Тут есть одна вещь, присущая многим очень дорогим автомобилям Это аудиосистема с 19 динамиками и тремя сабвуферами Практически концертный зал на колесах Послушайте Все-таки я люблю хорошую музыку В целом машина получилась весьма интересная Практически идеальный вариант для тех, кто мечтает, чтобы его внедорожник был быстрее пули Ну и для тех, у кого есть лишние деньги Для того, чтобы оплачивать штрафы за превышение скорости Впрочем, наш опыт управления этой машиной показал Что с этим нужно быть осторожным С вами была Анастасия Трегубова и программа «Москва.рули»